Всем привет, с вами Талий Мечуковский и мы снова что-то делаем в иллюстраторе. И сегодня мы будем делать самый простой дизайн визитки. Принесемся в фотошоп. Для начала, как обычно, нужно создать, что правильно, файл. Размер нашего файла 90 на 50. Нам необходимо две монтажные области, так визитка будет двухсторонней. Вылеты под обрез ставим 2 миллиметра и нажимаем создать. И перед тем, как мы начнем работать, нам необходимо произвести базовую разметку. А именно создать внутреннее безопасное поле для нанесения важных элементов. Другими словами, у нас должно быть поле внутри нашей визитки, в котором мы пишем текстом, логотип ставим. Которое при любых условиях не пострадает во время того, как мы будем наши визитки разрезать. Как правило, это поле на 5 миллиметров уходит внутрь нашей визитки. Поэтому мы берем инструмент прямоугольник и рисуем прямоугольник по размерам нашей монтажной области. Дальше ждем вкладку объект, контур, создать параллельный контур. Ставим смещение на минус 5 миллиметров и нажимаем ОК. Так, первый прямоугольник удаляем. У нас есть только вот этот прямоугольник. Мы его вырезаем. Дальше используем команду ставить во все монтажные области. В каждой монтажной области, в том же месте, где мы вырезали наш объект, появляется наш прямоугольник, то есть наши рамки. Теперь выделяем все наши рамочки, которые есть. Правый клик мышки и создать направляющую. Все, теперь у нас есть направляющие внутри. Это наша безопасная область. Внешние красные направляющие. Это у нас вылеты под обрез. И теперь мы можем начинать работу. Открываем палитру слоев. Называем данный слой, который у нас сейчас есть, внутри которого находятся наши направляющие. Вот две штучки. Мы их называем 0 и блокируем его. Это наш вспомогательный слой. Он нам нужен только для разметки. Больше не для чего. Теперь мы создаем новый слой. Это у нас будет фронт, то есть передняя часть. Берем инструмент прямоугольник и рисуем прямоугольник по размерам наших вылетов. Вот таким образом, до красных линий. Заливку выключаем. Обводку пока ставим в черный цвет. Дальше вкладку окно. Находим палитру цвет. Здесь мне нужен графитовый цвет. Поэтому изначально делаю насыщенный черный. 70, 60, 50, 100. Дальше я беру наше значение черного цвета. Начинаю уменьшать. Где-то процентов до 70. И получаю вот такой вот графитовый цвет, который в печати будет графитовым, а не серым. Так как я использую все четыре краски. Теперь в наш прямоугольник я копирую и вставляю на то же место. Этот же прямоугольник. Во вкладке свойства у нас есть трансформирование. Здесь у нас есть пиктограмма, позволяющая определить, от какой точки внутри прямоугольника или объекта мы будем производить трансформирование. И в данном случае мне нужен правый край. Вот этот. Теперь связь между шириной высоты я отключаю. Я хочу сейчас сделать прямоугольник, который будет занимать третью часть от нашей визитки. Поэтому я беру ширину и делю ее на то. У меня получается прямоугольник, который будет ровно одна треть от нашей всей визитки. Данный прямоугольник я пока крашу в желтый цвет. Открываю опять палитру цветов и использую две краски. Теперь добавляю еще маженто, то есть малиного цвета. Примерно 45 процентов. У меня получается вот такой вот приятный оранжево-желтый цвет. Даже может чуть поменьше. Давайте 40 попробуем. Вот так лучше. Такой приятный теплый цвет. У меня визитка такая в стиле минимал. У меня будет основной цвет, который создает цветовый акцент. Это оранжевый. Дальше использую оттенки черного и белый. Все, других цветов здесь вообще не будет. Теперь нам понадобится блок, внутри которого будет стоять логотип компании. Для этого мы берем инструмент многоугольник и рисуем обычный шестиугольник. Красим его пока просто в черный цвет. И теперь уже располагаем его и ставим по высоте внутрь нашей безопасной области. Вот так. И теперь мы его выставляем так, чтобы центр совпал с нашей вот этой третью. Наш черный цвет мы ставим в насыщенный. То есть 70, 60, 50, 100. В насыщенный черный цвет. Для того, чтобы он еще лучше отделялся от графита, мы сюда кинем тень. Выбираем наш многоугольник. Идем в вкладку эффект, тилизация, тень. Тень нам нужна, чтобы она у нас и шла справа налево. Так, смещение по оси Х мы поставим, давайте минус 2. Сдвиг по игрекам просто 2. Размытие, я думаю, допустим 2 миллиметра, так что точная была цифра. И непрозрачность, я думаю, в данном случае давайте попробуем 35 поставить. 35 маловато, давайте 50, 50 тоже как-то маловато, 60. Вот 60, отлично. Уберем все наши направляющие. У нас теперь получается при помощи тени сам блок для логотипа отделяется, выходит на первый план. И это выглядит круто и мне это нравится. Теперь здесь должен быть какой-то логотип, так как у нас нет ни желания, ни времени рисовать какой-то логотип. Я сделаю здесь банально самую простую композицию из логотипа, которая может быть. Я беру опять инструмент многоугольник, рисую многоугольник. Заливку отключаю, включаю обводку белого цвета. Толщину ее ставлю, пускай в 3 пункта, более чем достаточно. Так, ставим ее в центр нашего пятиугольника. Инструмент текст, пишем лого. Так, цвет белый, шрифт возьмем какой-то толще. Вот пускай будет интро, вообще не имеет никакого значения, это просто визуализация. Здесь должен быть логотип. И здесь как бы у нас логотип компании. С фронтальной части у нас все готово, мы закончили. Теперь переходим к основной такой части, это к задней части, где будут все контакты написаны. Создаем новый слой, это у нас Back. Открываем наш фронт и с нашего фронта мы выделяем наш фон. Наш блок для логотипа выделяем также на задней части. Он будет отрывать немножко другую роль, о которой мы поговорим чуть дальше. Выделя наши объекты, скопировали и вставили их в слой Back. Так, теперь разворачиваем все это на 180 градусов. На шестиугольник идем вкладку Окно, Оформление. Здесь у нас наложена тень и мы ее отредактируем. Кликаем по слову тень и сдвиг ставим в другую сторону по иксам в два миллиметра, чтобы опять шло на графитовую часть. Нажимаем ОК. Так, фронт, бэк есть. Сейчас я заблокирую ненужные мне элементы в бэке и фронте и мы продолжим. На задней части, вот в этом шестиугольнике, будет находиться имя, должность человека, чью визитку вы держите в руках. Поэтому берем инструмент текст и здесь уже шрифт можно подобрать. Здесь должно быть что-то приемлемо читабельное. Я, с вашего позволения, использую шрифт, который мне нравится. Это у нас будет партнер. Мне нравится то, как он пишется, как он выглядит. Так, мы ставим белым цветом и здесь давайте напишем, ну, что-нибудь типа MaxPencer, пускай будет. Ну, не имеет значения. Выделяем наш текст и при помощи символов, вкладочки символов, его редактируем. Во-первых, у нас все строчные. Во-вторых, мы выбираем, у меня тут партнер есть не просто, Regular. У меня здесь есть разные начертания. Мы возьмем вот этот вот, жирненький. Дальше, расстояние между буквами, то есть трекинг мы увеличим. Ну, я думаю 50 достаточно. Ставим его вот сюда. Дальше берем опять инструмент текст. И здесь у нас должность. Ну, здесь я не знаю, просто давайте напишем менеджер. Тоже белый цвет пока. Уже у нас это не в прописью, поэтому это мы отключаем. Это будет просто мелкими написано. Трекинг ставим на 0. Это у нас уже не Bolt, это просто Regular. Так, цвет мы давайте возьмем какой-то серый, ну, 50% серого. Вот так. Все по центру. Где наша вкладочка Выравнивание. Выровняли. После чего берем наш вот этот шестиугольник. Его чуть-чуть уменьшим. Есть. Теперь наш вот этот Max Spencer, его должность чуть опустим. И это двинем в сторону. Здесь же должно еще быть место у нас для телефона, имейла и так далее. Дальше берем инструмент текст. И начинаем опять-таки при помощи нашего партнера. Только что размер у нас будет не 12. Возьмем размер 10. Для начала и пишем там телефон. Цвет белый ставим. И выравнивая все этого дела, мы ставим выключку. То есть по правому краю. Это у нас телефон. Ниже мы пишем какой-нибудь email. Выключить. Все-таки так есть. Ну и здесь добавим, пусть еще будет какой-нибудь адрес. Не имеет значения. Я не буду здесь использовать иконки, еще какую-нибудь штуку. Я просто пишу текст. Все в минимале. Такой минимализм. Все как я полюбляю. Так. Выделяем все. Размер еще можно меньше сделать. Так. Девятка достаточно. Межстрочный интервал мы увеличим до 14. 12. Отлично. Выставляем. Теперь наш вот этот текст. Опять вкладка выравнивания. Если вы не знаете, где он находится, вы идете в вкладку окно и находите выравнивание. Вот оно. Так. Здесь я выбираю выровнять по монтажной области. И ставлю центр. Вот так. И ставлю вот этот вот центр по вертикали. Все. Ровно по центру стоит. И все. Моя видитка готова. Выключим направляющий. Вот так просто. Фронтальная часть. С логотипом. В минимале. Ну и соответственно у нас задняя часть. На которой написаны все данные. То есть имя. Должность. И непосредственно контактные данные. По-моему более чем достаточно. И визиточка смотрится легко. Просто. И не затея. Дальше мы все это дело, когда уже ввели все необходимые данные. Выделяем все дружно. Преобразовываем в кривые. Для этого у него вкладка текст. Преобразовать в кривые. После чего мы уже идем в файл. Сохранить как. И выбираем формат допустим PDF. Сохраняем. И отправляем на печать. Ну вот и все. Мы сделали с вами дизайн визитки. Очень простой. Очень понятный. Надеюсь данное видео вам пригодится. Если оно вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. И написать об этом в комментарии. В описании под видео как обычно. Ссылки на полезные видео уроки. А также ссылки на соц сети. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего происходящего на канале. Ну а с вами был Виталий Мещуковский. Мы встретимся уже в следующем видео. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok